Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня неприятные новости из Херсона в очередной раз. Опять его обстреливали расисты и повредили линию электропередач. Насколько я понимаю, в центре пропадал, в центре города, в многострадальном центре города, куда в основном прилетает, пропадал свет. Сейчас его вроде бы постепенно восстанавливают, но по Херсону надо понимать одну такую вещь. К большому сожалению, город находится в зоне действия расистской дальнобойной артиллерии, либо же градов. И любой ремонт, который там сейчас делается, или КАБов, управляемая бомба, то же самое, они достают до Херсона и до Херсонской области практически куда угодно. Проблема заключается в том, что пока расистов не уберут с левого берега физически, там что-то очень сложно делать. Я вот там пробыл несколько дней в Херсоне, буквально пару дней назад, когда мы вернулись позавчера, что ли, я уже что-то сбился. Не важно. Так вот, над головой пролетело, пока я там был, больше сотни снарядов. Тупо над головой летит. То они стреляли по Чернобаевке. Причем непонятно зачем, вот что в Чернобаевке такое есть, что они туда пуляют. Там аэродром, он неиспользуемый, да, складов каких-то нет. Ни черта там нет. Прилеты идут по людям тупо, либо по огородам куда-то. То есть, это, знаете, такая стрельба, чтобы нагадить. Сегодняшняя стрельба по, скажите мне, по линии электропередач под Херсоном. То же самое, чтобы нагадить. Зачем стрелять из града, который вообще не точный, который бьет по площадям. Зачем из него стрелять по центру города. А центр города, там исторический центр, там вот, я не знаю, кто был в Херсоне, кто не был. Это одно двухэтажное дома из этого крымского камня, такой желтый камень, вот, который не в очень хорошем состоянии. Ну, там живет не так, чтобы уже очень много людей, но, да, живут там в каждом дворе по три, по четыре семьи. Ну, так оно исторически сложилось. И они туда бьют, прямо по центру, по району центрального рынка, где разбиты эти лотки. А там чего? А там чего вообще? Да и вообще, когда ты стреляешь из града по центру города, надо понимать, что град оружие не точно. Оно лупит по территории, оно не лупит в какую-то конкретную точку. Из града очень удобно поразить стадион. О, да. Но поразить из града какой-то танк или пушку, это проблема, потому что, ну, он бьет по территории. Вот так. И вот они именно градами-то и лупили в основном по центру города. Вот объясните мне, зачем, кроме вот нагадить и чувства мести, потому что Херсон не принял русский мир. Люди в Херсоне, я не могу сказать, что напуганы, этого нет. Они уже привыкли к этому. Но они крайне осторожны и крайне подозрительно ко всему относятся, что абсолютно правильно. Крайне осторожно воспринимают чужаков, которых они не видели на своих улицах. Вот заходишь на любую улицу, где частный сектор, на тебя смотрят, как на потенциального шпиона. Кстати, правильно, потому что, а бог знает кто таков. И люди злые, да, вот, очень многие злые на, именно на расистов, да, и на какое-то вот такое бездействие. А что мы можем тоже сделать? Каким образом можно погасить вот этих вот расистов, которые стреляют по Херсону? Я рассказывал, как они это делают. Значит, город обстреливает, с моей точки зрения, из того, что я вот понял, пока я находился, пока я слышал звуки выходов и приходов, город обстреливают одновременно 3-4 орудия. С разного расстояния, с разных точек на левом берегу. Что они делают? Одна пушка стреляет, и на ноги и ходу давать оттуда, да? Сразу, буквально, если вы думаете, что между выстрелами там проходит час, какой там фиг час? Между выстрелами проходит 3 минуты, 4-5 минут, иногда 8. Вторая пушка стреляет из другой совершенно точки, а эта же уже убежала, первая. Она тоже куда-то полетела, прилетела, слышно хорошо, выход, приход, да, это все отлично слышно. Прилетела, гух, это тоже на ноги становится, на грузовик, и текает, а может самоходка переезжает с места на место, соответственно. Вот таким, потом третья, точно так же, вот это абсолютно очевидно, что это таким образом происходит. Наши пытаются с этим бороться, разбивать их пытаются, видимо, не безуспешно. Но у расистов всегда находятся там 2-3 орудия, которые можно поставить, которые будут пулять по городу, просто чтобы не давать людям жить. О том, что они поразят какие-то военные объекты, даже речь не идет, они пуляют. Вот честно, у меня вот такое впечатление, они тупо лупят, куда попало. Зачем они, вот когда 2 дня назад попали по универу, по пустому, а там ничего нет, там пусто. Попали в большой лекционный зал, но они заранее знали, что там никого нет, там нет студентов, там вообще никого. Там пустое здание стоит, с забитыми фанерой и окнами, да. Они лусьнули по большому залу. Зачем? Это просто месть, это нагадить. Да? Вот это, что такое русский мир и как он проявил себя в отдельно взятом Херсоне. То есть они пытаются создать какие-то там невыносимые условия жизни, видимо, для людей. Или как-то, знаете, действовать на нервы. Попытаться воздействовать на людей таким образом, чтобы они начали обвинять власть. А вот вы ничего не делаете, чтобы это все дело прекратить. Бла-бла-бла-ко-ко-ко. Вот это все. Надо сказать, что люди на это не ведутся. Ну, пролетело над головой, знаете, мы тюкнулись, прокляли Путина и пошли дальше по своим делам. Вот. Но, конечно, мешает это жить. Вот сегодня люди сидели полдня, по крайней мере, центр города, насколько я понял, сидели без света. Сейчас вроде и починили это дело. Вот. Но если вы думаете, что сегодня вечером не будет обстрела с левого берега, опять обстрела, я еще раз повторюсь, куда попало, то вы крупно ошибаетесь. Вот такой он русский мир. Поэтому их надо с левого берега, конечно, аннулировать.